Добрый вечер, друзья! У нас сегодня лето. Прекрасная погода, но задержки технического плана продолжаются даже летом. И я начинаю с удовольствием наш сегодняшний вебинар, онлайн-лекцию, в которой сегодня примет участие Василий Антипов. Мы ждем его подключения, возникли некоторые технические сложности. Но за это время я обычно проверяю связь, мы смотрим, как вообще у всех все работает, все ли на связи, видно ли меня, сообщите, пожалуйста, подтвердите. Прямо в чате напишите, пожалуйста, звук есть, видео есть. Все хорошо, и мы начинаем. Для начала я расскажу, что у нас сегодня будет, и расскажу, что у нас будет потом. подтвердите, пожалуйста, что все есть, что вы не разошлись. Это очень важно сейчас, ввиду, конечно же, почти 20-минутной задержки. Но бывает так. Подтвердите, пожалуйста, в чате напишите. Звук есть, видео есть. Вчера у нас была замечательная, замечательная лекция с мастером из города Гродно. Мастером, которого знают уже в разных странах мира, он делает замечательные гитары. Вчера просто здесь у нас был, кто знал, кто был, прямо бум, я бы сказал, комментариев, за что я очень благодарен нашим посетителям, нашим слушателям, зрителям. Смотрите, пожалуйста, сейчас в чате, что все работает. Я понимаю, что не у всех, возможно, хватило терпения дождаться, но, тем не менее, да, всякое это бывает. Напишите в чате, что нужно обновить страничку, звук есть, видео есть. Вот для меня важно, чтобы кто-то написал, что все работает. Это будет означать, что все... О, отлично, Юрий Нихай. Привет, Юр. Вечер добрый, звук и видео есть. Супер, отлично. Ну вот, значит, что у нас сегодня? У нас сегодня с вами гитарист. Гитарист-исполнитель, лютмист, композитор и автор целой книги, которая была защищена, защищена в виде, боюсь ошибиться, в виде диссертации, какой-то такой работы очень-очень весомой, Василий Антипов. А книга, которую он защищал, называется «Введение в анализ музыкальных форм. Новый опыт теории музыки». Василий Антипов, для тех, кто... Ну, вообще, вы знаете, что мероприятие наше и наше целое... Вот, Геннадий Таран, добрый вечер, все в норме, супер, спасибо. Наши лекции проводятся в рамках онлайн-близз-конкурса «Гитарная концентрация 3», которые проходят уже третий раз. И впервые у нас запланирован целый ряд мероприятий по различным тематикам, которые, собственно, интересны людям, непосредственно играющим на гитарах, преподающим гитару, а также пишущим для гитары музыку. Ну, в общем, разным боком связанным с гитарой, скажем так. И сегодня, вот это, кому будет интересна эта лекция, сейчас, конечно, Василий еще уточнит. Но я с ним предварительно общавшись и как бы сам тоже строю какие-то свои предположения насчет предстоящей лекции, могу сказать, что лекция будет интересна всем. Добрый вечер, Олеся, да, добрый вечер, Олеся Шах, очень рад вас видеть. Лекция будет интересна не только тем, кто непосредственно сочиняет музыку, вообще анализ музыкальных форм, мы общаемся, опять же, я общаюсь с огромным количеством людей в социальных сетях. Понятное дело, что... Один момент, Василий, я рад. Все получилось, да, у вас? Да, да, все получилось. Нет, я сейчас немножечко рассказываю о нашей сегодняшней лекции, я сейчас расскажу и вас представлю. Я хотел только лишь добавить, что эта лекция будет интересна не только тем, кто непосредственно сочиняет музыку, но в том числе, кто ее исполняет, интерпретирует. А я думаю, что вообще помимо, помимо, как это сказать по-русски, исполнителей музыкантов, она будет интересна широкому кругу любителей музыки, которые для себя наверняка сегодня откроют какие-то новые вообще представления о музыке, что такое, и как на опыте таких композиторов, как Бах, Моцарт, композиторы просто даже программировали музыку, они вкладывали не просто там какой-нибудь там, знаете, художественный замысел, а еще был какой-то математический какой-то код там. И сегодня об этом всем расскажет, вот как я уже сказал, Василий Антипов. Вот он опять пропал... А, нет, есть, 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 Василий. Василий, да. Василий, я сейчас представляю вас Василия, кто участвует в супер-профи категории, знает, что пьеса Василия Антипова, поэма стоит в списке обязательных произведений, очень замечательная музыка, ее можно послушать, в том числе на сайте. Вот, всем привет, Ольга Молоткова, добрый вечер, Ольга. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать, остальные вопросы мы будем сразу по ходу задавать Василию. Итак, Василий Антипа на главный экран. Василий, добрый вечер. Добрый вечер, Роман. Да, можно сразу и всем тоже сказать добрый вечер. Все, вы теперь в прямом эфире, и вы, наверное, расскажите, пожалуйста, сами немножечко о себе, это будет просто, наверное, честнее, качественнее. Да, и я представил, я сказал, что вы играете на гитаре, что вы исполнитель, что вы люпнист в том числе. Я написал, что вы композитор, вы сочиняете музыку, очень замечательно, мы слышали ее. И я еще сказал, что вы автор замечательной книги, о которой вы сегодня в том числе будете рассказывать. «Введение в анализ музыкальных форм. Новый опыт в теории музыки». Добавьте что-нибудь, пожалуйста. Я единственное, что хотел спросить, есть ли возможность в общий чат посылать ссылки? Например, если я захочу проиллюстрировать свои слова какой-нибудь записью, которая существует в Ютубе, чтобы... Вы знаете, да, есть возможность, но мы ее не оттестировали технически, поэтому я боюсь, что мы можем сделать немножечко по-другому сейчас. Просто для того, чтобы не получилось так, что все будут ждать и разойдутся, мы можем сделать так. Мы выложим видео потом отдельное, уже в записи, и все ссылки, которые связаны с сегодняшней нашей лекцией, мы все тоже приложим. И тогда люди спокойно смогут дополнительные материалы просмотреть. Как вам такой формат? Это отлично. Мне такой формат происходит. Давайте так сделаем, просто мы тогда не будем распыляться на какие-то настройки сейчас технические. Василий, расскажите немножечко о себе, добавьте, пожалуйста, в деву. Во-первых, откуда мы сейчас вещаем? Как известно, мы вещаем в разные дни с разных точек вообще планеты. Сегодня Василий из... Швейцинген, Германия. Я тоже сейчас нахожусь в Германии, а слушают нас в основном Беларусь, Россия, Украина. И я думаю, что в том числе и какие-то другие страны. Друзья в чате, пишите, пожалуйста, откуда вы. Просто хотя бы, чтобы мы знали, что Германия, Беларусь, Россия, Украина, Казахстан. Напишите, пожалуйста, в чате, и мы будем понимать. Дальше второй вопросик. Василий, скажите, вот забегая наперед, прежде чем вы сейчас начнете рассказывать, основной материал. На какую аудиторию в первую очередь может быть рассчитана сегодняшняя лекция, сегодняшний материал? Насколько он сложен и понятен? Пожалуйста. Сегодняшний материал, он рассчитан на самые широкие курсы. И, в принципе, достаточно знания, математики, уровня школы где-то понять, о чем я буду говорить. Музыкально это... То есть, если кто-то будет нас слушать, человек, который не знает нот и не музыкант, ему тоже будет понятно, то, о чем я буду говорить. Но, конечно, сложнее. Супер. Вот отлично. Сейчас вижу уже Олеся, Беларусь. Нас слушает Беларусь на связи. Ребят, ну, подскажите, пожалуйста, еще кто там, откуда, чтобы мы знали. Вот я от себя напишу, например, что... Ой, написал Германия. Че-то почти ругательное слово. Германия, Беларусь. Напишите, чтобы мы знали, откуда. Значит, Василий сегодня вещает... Из России есть кто-нибудь? Почему я еще это спрашиваю? Это еще один такой способ проверки связи. Дальше. Еще, Василий, буквально тоже такое вступительное слово. Скажите, пожалуйста, вы... Вот эта вот книга, которую вы написали, это вы, я знаю, защитили ее как диссертацию... Поправьте меня, пожалуйста. Где вы ее написали, в какое время, в каком учебном заведении, когда вы... Да, что вы делали? Я уже закончил давно учиться. Мне было 31 год. Сейчас мне 33 года. Я уже прошу, как эта книга написана. Вот, я ее защитил как научную публикацию, и она опубликована в Российской научной библиотеке. На портале ее можно найти, она индексируется в поисковиках. Вот эту ссылочку, да, у меня она есть. Я могу прямо в чате, с вашего позволения, дать, для кого будет интересно. Можно я? Да. Тогда я сейчас даю всем ссылку, кому интересна сама книга. Вот. Ох, ничего себе! Геннадий Таран. Западная Сибирь, Нефти, Юганск. Германии 4000 километров. Вот это круто. Добрый вечер, Геннадий. Так, я в чате даю ссылочку на эту книгу. Кто заинтересуется сейчас, прямо ее смогут увидеть. Увидеть и перейти. Так, отправляется. Хорошо. Ну и, пожалуй, давайте тогда начинать по порядочку. Расскажите, пожалуйста, о том, что сегодня услышат наши слушатели, наши зрители. И, может быть, сначала так по пунктикам, а потом, собственно, и в общем. Сегодня слушатели услышат о строго математических аспектах музыки. И сегодня для них станет просто яснее, как именно музыка связана с математикой. То есть это сегодня станет для них не просто общей фразой, а сегодня станет понятны механизмы и даже формулы. Где, как, как. Я сегодня познакомился с формулой, например, как разбивать произведение, как смотреть, где у него золотое сечение. Через какие конкретно такты произведение оно проходит. То есть будет все объяснено и дано. И показаны примеры, как, например, между экспозицией и разработкой, и линия, которая проходит, показаны будут примеры, что конкретно эта линия проходит в точке золотого сечения. И все смогут посчитать и это проверить. Круто. Кто может использовать эту информацию? Помимо композиторов, например, или теоретиков, музыковедов, как исполнитель-гитарист может использовать эту информацию? Она полезна вообще будет? Да. Для исполнителей-гитаристов эта информация очень полезна, потому что она касается ритма. А ритм часто бывает очень слабым местом, в принципе, у гитаристов, за что их упрекают специалисты других специальностей, пианисты или скрипачи, те же самые. И дирижеры, разумеется. Дирижеры, да. Потому что иногда им приходится аккомпанировать концерты для гитаристов, и всегда для дирижеров это большая проблема, потому что гитарист не приучен играть в оркестре, и не приучен считать. Ровно, да? Считать ровно. Да. Ну, давайте тогда уже приступим. Приступим сегодня. Вам слово, вам слово. И, Василий, если какие-то нужны показывать ссылочки, вы мне говорите, я буду тогда их искать и сразу в чат их выбрасывать. А уже YouTube тогда мы приложим, как мы говорили потом, да? Видео, там какие-то примеры. Хорошо. Ну, я начну сегодня издалека. Одним из самых первых попыток связать музыку с математикой, конкретно связать, которая была задокументирована, эта попытка самая известная, самая крупная, принадлежит швейцарскому математику Леонарду Эйлеру. Он в 1739 году написал книгу, которая называлась «Новый опыт теории музыки, изложенный в соответствии с непреложными законами гармонии». Эта книга, книжку он написал на латинском языке, будучи в Санкт-Петербурге, где он работал по приглашению наших императриц. И эта книга была на латыни, она была переведена два раза на русский язык, один раз еще в XIX веке, и второй перевод, это просто откорректированный старый перевод, выходил, если мне не изменяет память, лет 15 назад. Эта книга, она есть на русском, если набрать в гугле Леонард Эйлер «Новый опыт теории музыки», обложка этой книги и ее содержимое будет... выйдет. Единственная проблема, что эта книга вышла в количестве всего 300 экземпляров, и они были раскуплены, сметены в первые же часы после выхода этой книги. Мне очень сильно повезло, я нашел эту книжку, кто-то выложил в интернет, я ее купил, она в бэушном состоянии была, пришлось отдать немало денег. Я ее в ближайшем обозримом будущем, то есть это вопрос месяца или даже двух, я ее полностью сканирую, там всего 150 страниц и выложу в интернет. И она, наверное, будет в PDF-формате доступна. Вы, наверное, поделитесь, Роман, со всеми читателями, чтобы люди могли в оригинале ознакомиться. Вы знаете, можно я тут вставлю свое слово? Очень неожиданный такой подход, на самом деле я сторонник того, чтобы... ну, сторонник поддержания авторских прав, то есть насколько это возможно. Леонард Ниллер умер еще в 18 веке, я думаю, что... Вы знаете, авторские права, они 100 лет после смерти автора, они еще сохраняются, после этого все идет в открытый доступ. Ну да, да, это и есть такое дело. Просто давайте сделаем так. Мне кажется, мы можем сделать вообще проще, чтобы вот именно по теме распространения чужих книг не было вопросов, мы просто можем отправить к вас всех желающих, кто захочет, и они у вас ее непосредственно попросят. А вот с вашего согласия разрешение, пожалуйста. Хорошо, с моего согласия, да, можно. Значит, я кратко коснусь некоторых аспектов, которые в этой книге изложены у Эйлера, потому что это неплохое начало на самом-то деле. Самое первое, о чем Эйлер начал рассуждать в своей книге, это о формировании музыкального вкуса и о том вообще, что такое музыка. Почему, например, Эйлер поставил вопрос, почему, например, чужеземные племена, музыка которых совершенно не развита, почему им европейская музыка, они не могут ее воспринимать, она кажется им слишком утомительной, а нам, например, музыка чужеземных племен ни разу их кажется слишком скучной. Эйлер проводил эксперименты, когда он работал над этой книгой, он изучал очень много инструментов, в частности, там есть, он пишет об акустике флейты, в этой книге он очень подробно все изучил, строи, как получается нота ля, сколько она герц в секунду была. Но, в частности, он проводил эксперимент, считают ли, как люди воспринимают консонансы и диссонансы. И выяснил, что для всего человечества, неважно, какие это племена европейские, или это африканцы, или еще какие-то, для них консонансы, те, которые приняты у нас консонансами, они благозвучны, а диссонансы неблагозвучны. Эйлер там, в этой книге, он поделил, он даже вывел степень, насколько неблагозвучны, то есть есть первая степень благозвучия, вторая, третья и так далее. Он посчитал, он это все классифицировал, подсчитывая биение, то есть насколько они сходятся, насколько некратны биения, насколько сильно они конфликтуют между собой в интервале. Правильно я понял, что есть общие какие-то, то есть это то, что между всеми племенами общие. Да, да. И рассуждая дальше на эту тему, он пришел к выводу, что музыка, что музыка на самом деле – это очень сложная наука. Как он написал так, цитирую, музыка – это философская дисциплина, в которой всякое последующее утверждение может быть только на основании всех предыдущих. Вот. И я вот сейчас зачитаю немножко из того, что Эллер написал по поводу музыки. Значит, он написал так. «В наше время есть, кажется, еще больше причин усомниться, может ли вообще теория музыки объяснить, почему нам нравится или не нравится та или иная мелодия. Мы гнушаемся музыкой чужеземных племен, которая им самим, как ни удивительно, доставляет удовольствие. А они, в свою очередь, не находят в нашей музыке никакой приятности. Начав рассмотрение с простейших созвучий, из которых слагается вся музыка, как-то кварта, квинта, октава, большая и малая терция, сексты, мы не найдем никакого расхождения между народами. Все единодушно находят эти интервали более благозвучными, нежели созвучия диссонанса, какие только можно образовать. И поскольку такому единодушию не дается никакого объяснения, а приписать его одной лишь привычке нельзя, есть основания искать истинную причину. При рассмотрении двух или более созвучий, следующих одно за другим, мы можем обнаружить, без системы их последовательность не может вызвать ни удовольствия, ни удовольствия, ни неудовольствия. И требуется большое внимание и навык, чтобы получить наслаждение от нескольких следующих друг за другом созвучий, чем от одного. Ведь для того, чтобы удовольствие доставляли отдельные созвучия, достаточно распознать и осознать заключенный в них порядок. А если имеется последовательность из нескольких созвучий, то для получения удовольствия необходимо, кроме того, понять и осознать еще и порядок, содержащийся в самой последовательности. Смысл в том, что Эллер считал так, что если человек способен распознать порядок в том, что он воспринимает, то это доставляет ему удовольствие. А если он не способен этот порядок распознать, то он начинает чувствовать дискомфорт. Он пишет об этом так. «Где есть совершенство, там есть обязательно порядок». Это цитата Эллера. «Поэтому нам нравятся вещи, в которых мы можем постичь порядок, а те вещи, в которых мы постичь порядка несостояния в силу разных причин, как в силу недостаточного развития, что исправимо, так и в силу отсутствия такового вещи, нам не нравятся». Итак, музыкальное произведение нравится, если мы… Ну, это он повторяет в смысле состояния постичь порядок, звуков, а не нравится, если мы не понимаем, почему звуки находятся за мной. Чувство неудовольствия бывает чем сильнее, чем чаще мы обнаруживаем, что звуки отступают от порядка, который, по нашему мнению, должны соблюдать. И так может статься, что одни замечают порядок, а другие нет. Но при этом могут заблуждаться и те, и другие, поскольку на самом деле может присутствовать сложный порядок, которого многие не распознают. А часто некоторым кажется, что они распознают порядок там, где его и вовсе нет. И в этом причина столь различных суждений о музыке. Соответственно, Эллер говорит, что музыка – это упорядоченные звуки, которые следуют друг за другом. И упорядочить их можно сложным образом. Например, если мы берем одну ноту, которая будет повторяться все время, одна сама себя повторяет. Это самый простой порядок, который может присутствовать. А усложнение идет в сторону бесконечности. И когда музыка становится настолько сложной, что мы уже не в состоянии осознать ее порядка, она становится для нас утомительной. То есть, соответственно, музыка, по сути, она имеет две всего координаты. Это ее звуковысотность и ее длительность. Иных координат у нее нет. Есть еще громкость звучания, но это уже краски тембров, но это уже не записывается точными параметрами. Это каждый делает по-своему. А вот точно то, что воспроизводит каждый – это ритм и мелодию. Соответственно, музыка может быть упорядоченной не только на нотном стане, она может быть записана в виде функций, зависимости высотности от времени. Ну, как графики функций мы в школе рисовали в двоичной системе координат. Да, это далеко. Можно я такую сразу вставочку ставлю? Друзья, сразу вот в чате, кто у нас присутствует сегодня на лекции, пожалуйста, задавайте сразу свои вопросы. Мы по ходу вот на основе вчерашнего опыта, очень было активно, тоже так же будем задавать вопросы сразу автору лекции сегодняшней, Василию, и дальше будем двигаться. Можно у меня тоже по ходу первый вопросик, Василий? Да. Пожалуйста, получается из всего логичным, что, по сути дела, человек может разучить, скажем так, эти правила, по которым формируется музыка, и всегда взять только лишь правильную музыку. Правильную в смысле в том, чтобы она всем нравилась, скажем так, да, чтобы она там была консонансом по большей части и несла с собой какие-то конкретные задачи. То есть конкретные… Правильно я понимаю? Да, Роман, Вы задали очень важный вопрос. Спасибо Вам за него, потому что вопрос на самом деле очень важный. На самом деле эти правила существуют, и эти правила, Вы знаете, они вот как в архитектуре. Мы стараемся по умолчанию, даже если нас не учили, не имели… Если человек не имел никакого понятия симметрии, если его попросят сконструировать дом, он будет стараться делать его симметричным. Не просто потому, что он изучал геометрию или симметрию. Это то, что вошло… Это то, что априори. Поскольку сам человек симметричный, воспринимая других людей как симметричный, он будет строить подобное. То же самое в музыке. Если у нас есть два звука, например… Сейчас я гитару возьму, чтобы показать на гитаре. Секундочку. Да-да-да. Пока Василий берет гитару, я опять же хочу сказать, что сегодня, как Вы видите, лекция необычная. Наверное, конечно же, может быть, порог вхождения, может быть, будет легче для тех ребят, кто учился уже в музыкальных заведениях. Тем не менее, если у Вас есть какие-то вопросы по каким-либо определениям или вообще по самой теме, пожалуйста, пишите сразу же в чате. Что такое симметрия в музыке? Вот я взял гитару. Вот мы берем два звука. Если мы поставим зеркало и отразим их в обратную сторону, то будет вот так. Соответственно, самая первая ячейка у нас будет… Это так называемое симметричное построение. Это понятно, да? Что я как бы отражаю. Потом, если я добавлю еще один звук и опять зеркало ставлю, то… Правильно? И будет… Соответственно, это порядок самого простого свойства. Самый первый порядок, самого первого свойства. Это самый легкий порядок и самый доступный для понимания людей. И на… И этот порядок, естественно, без всякого изучения какой-либо грамоты, этот порядок находит сразу, как только начинают заниматься на каком-либо музыкальном инструменте. Подклик, да? Сразу понятен. Да, и понимаете, и поскольку на распознание этого порядка у слушателей не нужно никакого навыка абсолютно, то мелодии, которые построены согласно вот этому порядку простейшей симметрии, они сразу обретают бешеную популярность в массах, которые получают наслаждение от того, что они этот порядок как бы осознают. Вот вам простой пример. Эта мелодия, по сути, раз отразили. Да-да всем, и дальше та-та, та-та-та-та-та. Отлично. Ну, да-да, слушайте, интересно. А есть какие-нибудь примеры? То есть это один лишь элементарный порядок, как я понимаю, да? Элементарный, то есть зеркальный. Да-да, есть ли примеры использования этого порядка в классической музыке? Конечно же, есть. Если мы возьмем Бах, органная месса, я сейчас вам даже скажу, какой у нее номер БВВ, как она нотирована, как этот номер. Так. То есть какая органная месса, да? Органная месса Баха, да. Значит, это Это Хорал из органной мессы Баха. Он начинается как раз... Вы, кстати, пометьте, я ссылку... Я могу сразу дать ссылку на самом-то деле. О! Если можно, вот мы можем в чате с вами, а я потом ее вынесу тогда в чат тот общий. Так, а как я вам могу в чат отправить эту ссылку? Google Hangouts, вот если можно, там есть тоже кнопочка слева вверху. Да? Hangouts. И вы мне туда, если можете, напечатайте, а я ее выдам в общий эфир. Хорошо. Вы пометьте, это будет ссылка 1. Я этот Хорал пришлю. Значит, ссылка 1 Хорал Баха, в котором проявлена симметрия первого порядка. Основа которого составляет симметрия первого порядка. Симметрия первого порядка. И эта симметрия, она реализована вот так, смотрите. Я сейчас наиграю тему из этого Хорала. Она звучит так. Вот это базовое, базовый его массив. Взаимотражаем. Следующий. Зеркало. Понимаете, да, что он состоит из таких ячеек, каждый из которых является отражением предыдущих. Да, ну, секвенция, правильно я так понимаю? А? Восходящая секвенция. Да, но восходящая секвенция построена из элементов взаимоотраженных. Ре, фа, ми, зеркало, ми, фа, ре. Это же полное отражение. Да, он в принципе, да, этот элемент. Вот. Да. И, соответственно, этот порядок, он может усложняться дальше, дальше и дальше. Но давайте сейчас вот с этим элементом, который я вам только что продемонстрировал, из которого Бах составил Хорал, мы можем проделать следующую вещь, следующую операцию. Вот, например, мы можем вот этого два построения, ре, фа, ми, ми, фары, как будто бы вдвинуть вот так вот одно в другое. Вот я двумя пальцами показываю. Вот так вот вдвигаем. И получаем так, что у нас становится нота ми, звучит в унисон. Вы представляете себе это? Получаем просто ре, фа, ми. У нас получается вот эта мелодия из такой превращается в такую, например. В таком вдвижении, если вдвинуть одно в другое, то будет так. Понимаем, понимаете, да, что произошло? Я просто сдвинул два этих сегмента так, что вот эта нота ми, она просто звучит в унисон. А унисон, она сложилась одно с другой, и все. И теперь звучит одноголосная мелодия более простая. Естественно, что когда мы это играем в достаточно подвижном темпе, вот это сознание, оно уже не так явно распознает, как вот ту первую. Да-да-да, да-да-да, туру. И значит, я могу назвать произведение сейчас Баха, в котором Бах использовал этот прием, и которое почти полностью состоит из вот этой вот структуры, уже сдвинутых вот этих вот, сдвинутых из симметричного построения. Это прелюдия из первого тома до минор Баха, хорошо темперированный клавир, первый том. И вы можете, ну, ноты есть в открытом доступе, но вы можете так же, я очень рекомендую послушать, как ее в исполнении Святослава Рихтера. Она доступна в Ютубе. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. И вы услышите, что он играет ее так, что эта структура начинает повторять сама себя. Вот я сейчас наиграю на гитаре эту тему. Она так начинается. Но эффект в том, что если брать каждую вторую ноту как более сильную, вы услышите, что контур мелодии повторяется. Смотрите. Слышите, да? Да-да-да. Да, слышите, да? Да-да-да. Да? Видите? И вот это второе там. Слышите? Слышно, да? Потом Там Там У меня же нот сейчас нет под рукой. Там было, кажется, там было потом так. Так было. То есть слышно, что она Вот эта вот мелодия повторяется при повторении При повторении в быстром темпе Она повторяется уже восьмушками. Еще раз. Слышно, да? Да-да. Получается, что у нас уже Как бы вот в этом одноголосии Возникает такая Многослойность. Это такое Простенькое фрактальное построение. Фрактал – это Это такая Конструкция, которая повторяет саму себя. Но В уменьшенном виде. Вот вы можете набрать в гугле Фрактал И посмотреть, как выглядят фракталы. Простейший. Жалко, что, конечно, нет возможности рисовать Здесь нигде. Хотя Нет. У меня-то есть возможности. Ну, понятно. Хорошо. Нет, знаете, я сейчас переведу И как раз буду рисовать, и вы все увидите сами. Смотрите. Значит, я Вот так вот Видно мой планшет? Сейчас видно Видно планшет, да? Вы знаете, очень плохо видно То есть Как-то там что-то там еще и шумит Вот так видно мой планшет? Плохо видно, честно сказать. Я не знаю. Плохо видно. Ну, там какие-то Что-ли-ноты Или что-то Мне нужен просто белый лист Я сейчас буду на нем рисовать Вот я сейчас красным просто нарисую и все Сейчас Вот я взял белый лист И смотрите, я рисую фрактал Простейший фрактал Берем красный маркер Red pen Вот, например, у нас есть вот такая вот Видно, что я нарисовал? Вот я нарисовал, видите? Да, да, да Фрактал первого порядка Будет выглядеть так На этом треугольнике Появятся вот такие маленькие треугольнички Вот, например Вот, это называется первый фрактал Следующего порядка Здесь Здесь появится треугольничек А на этом появятся маленькие такие треугольнички И здесь появятся маленькие треугольнички И здесь И здесь такие наросты А здесь такой нарост Следующий порядок Здесь появятся такие треугольнички а здесь еще поменьше. Вам четко видно, да? Да, интересно, кстати. Я понимаю теперь, как это теперь к музыке. Да, вы понимаете, что в музыке то же самое, сейчас вот это вот та-та-та-та-та-та, что мелодия повторяет саму себя в самой себе, и получается такой фрактал. Вот. Так. Вот с фракталом понятно, да, тут даже есть картинки вообще очень красивые в интернете. Я думаю, что это не проблема кому-то найти. Вот, например, красивая картинка. Угу. Хорошо. Вот, Василий, давайте, наверное, мы будем дальше переходить, потому что… Да, двигаемся дальше. Я пока показываю этот квартал, фрактал. Вот он, фрактал у нас на экране сейчас, кто видит. А у меня вопрос сразу. Скажите, пожалуйста. Да. Вот фрактал пошел. Вроде бы, да, видно, наверное, там всем фрактал. У меня вопрос. Во-первых, давайте мы пойдем, наверное, в сторону усложнения. Наверняка не только симметричные какие-то структуры есть. Да-да-да-да, да. И дальше самый главный вопрос, а для чего нам эти знания, как же их применить непосредственно? Что мы из этого можем извлечь? Ну, фрактал, фрактал, ничего. Значит, простой пример. Для того, чтобы понять, что конкретно знание фрактала дает исполнителю, вы можете сравнить, например, звучание, то, как звучит эта прелюдия в исполнении Рихтера. Вы, кстати, имеете возможность прямо сейчас ее с компьютера поставить? Наберите, пожалуйста, в Ютубе. Рихтер исполняет прелюдию до минор из первого... Василий, мы это имеем возможность, но будет не то качество. Мы это потом приложим. Хорошо, хорошо. Вы сравните с тем, как это, например, играют те пианисты, которые не заметили вот этого повторения. Ага, без понятия, понял, понял, понял. И понимаете, когда при сравнении, при сопоставлении этих записей слышна разница, понимаете? У Рихтера она звучит, она начинает... Эта прелюдия, она, в общем-то, многие сейчас ее трактуют как какое-то современное произведение, такое, знаете, с таким драйвом, ну, поток, потому что в ней много повторяющихся элементов. Оно как будто бы все время одно и то же звучит. Но, на самом деле, если играть с пониманием и неправильно расставляя акценты, то этих повторений просто не слышно. Оно начинает звучать очень многослойно. И это вот можно услышать, сравнив, сопоставив вот эти записи. У меня вопрос. А можно ли предположить, что Бах, например, не вкладывал какой-то смысл симметрии, а чем-то другим руководствовался? Конечно, можно. Вы знаете, тоже очень хороший вопрос. Многие говорят, неужели Бах сидел и все это линейкой отмерял? И этот вопрос можно... Многие задают люди, когда слушают, прослушают, например, описание картины, например, Леонардо да Винчи или там Караваджо. На этих картинах тоже, например, соблюдены какие-то пропорции по очень сложным математическим законам. Золотое сечение, там есть очень сложные построения на перспективу. И многие задают вопросом, а неужели художник сидел и линейкой вот эти все миллиметры вымерял? На самом деле, вы знаете, парадокс заключается в том, и это даже не парадокс, это общеизвестная вещь, что вот эти принципы, то, что мы считаем гармоничным, например, золотое сечение, пропорции золотое сечение, цел относится к большему, как больше относится к меньшему. Они возникли не на пустом месте. Дело в том, что сам человек, его восприятие так устроено, что он вот в этих точках золотое сечение, он видит некий гармонический центр. И Леонардо да Винчи, например, пытался объяснить эту тему самой анатомией человека. Всем известна, наверное, его знаменитая картина, где он подписал, что вот золотое сечение, там такие руки скрещенные, наложены два человека один на другой. И он как раз показывал, что соотношение золотое сечение, они в самом человеке, например, вот если у нас есть рука, у нас возьмем целую руку, вот от локтя вот эта вот большая часть так относится к той, к оставшейся, как вся рука относится к локтю. То есть целая относится к большему, как больше к меньшему. То есть в самой руке рука отгибается в точке золотого сечения. Не по центру, у нас неравное расстояние от плеча до локтя и от локтя до кончиков пальцев. Вы понимаете, да? И дело в том, что человек, который наблюдает с детства все вот эти пропорции, ну, грубо говоря, там, у своих родителей и вообще как бы внимание ребенка любого, оно приковано к другому человеку. Он эти пропорции усваивает, они у него откладываются уже в подкорке. Если бы этот закон сейчас золотого, ну, пропорция золотого сечения, если бы она сейчас была забыта, и эта формула и число, то оно неизбежно было бы переоткрыто новыми поколениями, потому что они бы стали искать и опять нашли, потому что это заключено в самой природе. То есть человек воспроизводит то, что он… Да, то есть вы понимаете, что человек может даже этого самого не осознавать, понимаете? Ну, ему вот, например, нравится так, например, в такой пропорции, а в другой не нравится. Вот знаете, был такой художник Малевич, он занимался тем, что рисовал квадраты, но эти квадраты в итоге… Ну, он не только квадраты рисовал, но у него много картин, которые состоят полностью из геометрических фигур. И почему эти геометрические фигуры висят сейчас во всех музеях крупных мира? Казалось бы, что многие думают, полагают, что такие геометрические фигуры может ребенок нарисовать на листе и будет равным Малевичу. А на самом деле нет. Проводился очень интересный эксперимент, и даже мне посчастливилось в нем поучаствовать, когда собрали людей и собрали картину Малевича в восемь красных прямоугольников. Из пластиковых прямоугольников наклеили их магнитом на белую пластиковую панель. Ну, представляете себе, да? Вот эти прямоугольники Малевича наклеили магнитом на пластиковую панель. Ну, как на холодильник, мы клеим наклейки. Вот так же эти прямоугольники пластиковые наклеили. И все смотрели и говорили, да, вот эта композиция, действительно в этом что-то есть. А потом пришел старший сотрудник и просто все смешалось, сказал, а попробуйте теперь восстановить. И мы два часа эти прямоугольники пытались поставить, клеили так и сяк, пытались сделать так, чтобы было гармонично. И мы не справились с этим, а было много людей. А потом пришел обратно человек, который проводил эксперимент, обратно поставил эти прямоугольники, как они у Малевича расположены, и все испытали вот этот вот клик. Знаете, что да, эти прямоугольники могут быть вот только так расположены, и вот только так они гармоничны, а то, что мы до этого пытались сделать, оно как бы, оно было, в общем, не так гармонично. Да, да. Вообще интересный эксперимент. Ну, давайте вернемся к музыке и к нашей гитаре. Действительно, я понимаю, то есть если глубже-глубже копать, это все очень-очень интересно. И, конечно, это обязательно нужно изучать, тем более людям, занимающимся искусством, обязательно, да. Давайте мы, может быть, все-таки пойдем немножечко дальше по практической части. Вот симметрия. Что есть еще помимо симметрии? Какие есть еще вот эти вот структуры, каких порядков? Вот симметрия – это первая порядка. А что еще есть? Ну, есть, например, отражение. Вы знаете, например, у нас как, например, устроена фуга? По какому принципу она построена? Все мы часто слышим это слово «фуга». Но в фуге есть свой закон, по которому она устроена. Там есть некая тема, которая, вот эта тема, она потом начинает проецироваться дальше. То есть она, первоначальная тема, ее проекции появляются в других голосах. Это такое, если тему можно уподобить кирпичику, а следующее вступление – это будет уже следующий кирпичик, который ставится на некий фундамент. И вот с этими преобразованиями я вот приведу простой пример. Все гитаристы играют баха соль минорную фугу, например, из скрипичной партизы. В ля миноре от ноты минорной звучит так. Это в ля миноре. А в оригинальной тональности в соль миноре она звучит так. И вот смотрите, например, что можно понять часто, что можно понять, если анализировать вот эту фугу с точки зрения ее математического устройства. Это мы еще не дошли до золотого сечения, до конкретных вычислений. Это пока вот только то, что на поверхности. Вот есть тема. Потом она появляется в нижнем голосе. И потом следующее в верхнем голосе она повторяет от той же ноты, что и в нижнем. И это лежит, в принципе, на поверхности. Это может заметить любой человек, даже который первый раз эту музыку слышит и вообще слышит, он сразу заметит это подобие. Но давайте рассмотрим ее с точки зрения некого... Вот с точки зрения то, как бы это делал, например, композитор, ну вот современный нам, если бы писал поп-песню. У нас ведь есть очень большой соблазн, после того, как прозвучала третий раз тема, вернуть ее, сделать симметричное построение, заключить опять от ноты ре. Я сейчас сыграю, как бы это звучало. Вот послушайте. И таким образом у нас получается некое кольцо, да? Так называемая... Такая ячейка. Хотя во многих фугах он так делает, но эти фуги написаны для других инструментов, для клавесины. Да потому что для скрипки там всего 4 струны, куда ему еще четвертый голос писать Просто если бы он ввел четвертый голос, вся дальнейшая фуга должна была идти четырехголосными аккордами И это было бы постоянно сопряжено с такими сложностями, что мы бы постоянно в таком ломании все время слышали И слушали, и это очень сложно и не нужно Бах на самом деле вводит, он вводит эту тему Следующая тема, она идет от ноты ре Но перед ней он вводит некоторую конструкцию, которая вот этот порядок, о котором Эйлер говорил Что иногда нам кажется, что какой-то порядок должен быть, но когда он нарушается, нас это поражает Многие испытывают неудовольствие Так вот Бах его разрушает вот таким вот построением Вот он вводит это построение, и только потом опять от ноты ре Так вот, если мы посмотрим Это построение по сути он ввел для того, чтобы не вводить четвертый голос Но это построение, оно разрушило порядок Оно как будто бы потеснило вот следующую тему А дальше ему надо что делать? Ему надо сжимать То есть он должен, раз он где-то больше ввел, дальше он должен сжимать И посмотрите, в следующих темах, которые Бах проводит В первой теме отсутствуют две первых ноты То есть она прозвучит так Вот так вот, просто Без вот этого, без первых нот А последняя даже вот так будет Он сделает там-пам Он даже не сделает, он сожмет в шестнадцатый Он сожмет так Вот я сейчас сыграю, как это звучит, смотрите Вот этот элемент и пошли Услышали, да, это сжатие? Первая, вот она была Потом И так далее пошло, да Так вот То есть И это объясняет Например, но если мы посчитаем Если мы посчитаем Бах Сколько долей Бах ввел Вот этим Сколько он как бы украл И насколько сжал Мы увидим, что сжатие, оно избыточное То есть он дальше сжал больше Он Больше, чем В совокупности Он вырастил ноту из темы Больше, чем он отнял И поэтому Это создало эффект Такой Такой пружины Которая вдруг Эта пружина выстрелила Вот в эту интермедиу из шестнадцатых Я вот еще раз вам сыграю, покажу Музыка 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 Понимаете? Да, и только потом И вот, понимаете Многие, например, эту фугу считают необычной По той еще причине Там есть много необычного В ней Например, ответ не доминантовый А субдоминантовый Но это Чтобы объяснить, почему это необычно Для этого потребуется Слишком большое вхождение в традицию Но главная ее необычность в том Что в экспозиции этой фуги До того, как В самой экспозиции этой фуги Начинается вот это сжатие Прием использован в стретто А стретто Это когда накладывается одна мелодия Одна тема на другую Когда одна тема еще не отзвучала Она обычно использовалась уже в разработке В фуге Так вот Эта стретто Перенесена в экспозицию У Баха Как раз потому Что ему пришлось Вот в самом начале Вот этот вот элемент ввести Который как бы потеснил Ее То развитие Которое показалось бы нам логичным Понимаете, да? Слушайте, это вообще На самом деле очень интересно На самом деле Классно, классно, классно Мне интересно Но Вот Как это все Понятно Смотрите Во-первых Первый вопрос На самом деле Это не всем все понятно Потому что фугу, баха, соль минор Играют далеко не в музыкальных школах То есть как пример, да? То есть это достаточно сложные такие понятия Как это вот Вот эти знания Можно, может быть, попроще применить Скажем, для людей Которые Вот у нас, например, сейчас смотрят Скажем, такие Ученики музыкальной школы Думают такие Ага, фугу, баха, соль минор Наверное, пора оставлять мне музыкальную школу Потому что я вообще не понимаю Экспозиция, разработка, стретто Ну, то есть я не в том смысле Все очень классно, здорово Но, может быть, давайте мы пойдем уже дальше Смотрите Именно дальше, может быть, уже глубже То есть у нас есть вот Первый порядок Симметрия Отражение Зеркало, да? Какие еще элементы, которые, собственно, составляют Суть Консонанса или гармонии, если можно так сказать Да? То есть дальше, дальше, дальше Я так понимаю, что в конечном счете Мы приходим сначала в простые формы Потом в более сложные Верно? Да То есть это вот элементарные элементы Которые, разрастаясь дальше Приводят нас к конкретным формам Да Эти элементы, складываясь Они, естественно, образуют формы Единственное, что Вы говорите Я хочу ответить на ваш вопрос Как ученик музыкальной школы Какие выводы он должен сделать Например, из вот этой информации Которую он получил о фуге Я хочу сказать, что Вывод, он очень важный Дело в том, что Всем известно, что человек Он Вот если Он не рождается Ни глупым, ни умным Люди рождаются Приблизительно В массе С приблизительно Одинаковыми способностями И в дальнейшем Вся их жизнь Она И обучение Она направлена на раскрытие Своего потенциала А тут можно сказать следующее Что чем более сложные процессы Человек наблюдает С детства Тем Большим масштабом Обладает его сознание И вот эту информацию Например, о сложности устройств и фуги Человек должен держать в голове Она может служить для детей Которые еще совсем маленькие Даже не могут ее сыграть Но они могут ее слушать Понимаете Она может Вот эта информация Она может служить стимулом К тому, чтобы они слушали Больше Сложной Классической музыки Потому что Если они будут слушать Примитивную музыку Весь порядок Который заключает Вот какая-нибудь Вот такая вот Вот такая вот цепочка Всем известная Тоника Субдоминанта Доминанта Тоника Или просто тоника И речь на одной ноте Так называемый рэп Или что-то еще Ну То Эта музыка Она не будет Никоим образом Вообще способствовать Их развитию Их сознания Ведь сознание Развивается не только активно Но развивается пассивно То есть Если, например Насчет слушания Да-да-да Да Вы понимаете То есть если они будут Отдавать предпочтение Сложной музыке То они В принципе Путем Огром Прослушивания Вот этой музыки Они могут Настолько Развительно Тренировать Своё сознание Что Вообще Материал Не только музыкальный Но и просто Общедисциплинарный Будет у них усваиваться Намного легче По той причине Что их мозг Постоянно Пассивно Наблюдает Вот эти Сложные Структуры То есть вы понимаете Чем я говорю Да Вот это Мне Вот эта тема Вообще Очень крутая То, что вы сейчас сказали Это вообще круто Просто бомба Я всегда ищу вопрос На такой Ищу ответ На такой вопрос Вот разговаривая Например С родителями У учеников Например Разговаривая Там С коллегами Обычно Вот говоря Так Я пойду заниматься спортом Потому что Или буду заниматься спортом Потому что это полезно Для здоровья Это все круто Хорошо Я всегда задаю вопрос Хорошо А насколько полезно Занятие Например В частности Гитары И музыкой В целом И вот это Одна из тех вещей Да Проводится исследование Которое Показывает Что мозг Исполнителя Просто В процессе Музицирования Просто очень Очень активно Включен Разные Разные точки И вот вы тоже Сказали Одну Вообще Классную штуку Я считаю Что Слушая Сложные вещи Ну Я не знаю Там Конечно Есть там Какой-то Порог Сложности Или нет Чтобы Ну Понимаете Чтобы Не переборщить Но Слушая Сложные вещи Нам уже сложнее Скажем Опуститься До примитивизма Правильно Да Дело не в том Что нам сложнее Опуститься До примитивизма А дело в том Что вот смотрите Вот Как сложно нам Выучить другой язык Очень сложно В совершенстве Нам очень сложно Но известен факт Что если допустим Бабушка Ребенка Говорит там На английском А мама С ним на испанском А папа на итальянском А кто-то То ребенок К пяти годам Знает Столько языков Вот сколько С ним разговаривали Без какого-либо Напряжения Он владеет Уже в пять лет Всеми этими языками Совершенства Смысл В прослушивании Такой же Что Вот эти сложные Категории И сложные Вот эти построения Чем больше И чем раньше Главное Чем раньше Мы начинаем Их слушать И с ними знакомиться Тем Больший Масштаб И большую Мощность Приобретает Наш мозг Мы можем потом Не быть даже Музыкантами А стать Инженерами Или там Ветеринарами Или еще какую-то Специальность Приобрести Или учеными Но вот Эта вот Музыка Как дисциплина Она очень сильно Поможет Это вообще Крутая штука Я считаю Василий Это вообще Очень крутая штука У меня сразу Такой вопрос Немножечко Такой Знаете Из области Метафизики Как вчера Говорил Андрей Кибин Метафизики Можно ли Таким образом Составить Рецепт Рецепт Слушания Ежедневного Скажем Для молодых Для детей Например Да Конечно Можно Я на самом деле Сейчас нахожусь Я сейчас Пишу Труд Как раз Я пишу Дело в том Что Как вы понимаете Исполнение Вот говорят Вы знаете Говорят Исполнение Бывает хорошим Бывает плохим Вот что такое Хорошее А что такое Плохое исполнение На самом деле Еще Эйлер Эйлер Еще в 739 На году Это же современник Баха Еще писал Что Исполнение Хорошее Это то Исполнение Которое не разрушает Вот этой вот структуры Которая в музыке Заложена Это когда человек Понимает эту структуру И начинает бережно С ней относиться Потому что Ведь можно сыграть Того же Баха так Что вы Вы даже Не узнаете И не услышите Вот этих всех вещей О которых я вам рассказал Понимаете О чем я говорю Да Я понимаю Сейчас тут много Интерпретаций В джазовой манере Баха Замечательно звучит Разве нет Ну Надо Понимаете Вот кстати На этот счет Эйлер Тоже очень хорошо Сказал Что прежде чем судить О достоинствах Или совершенствах Того или иного стиля Необходимо Тщательным же образом Изучить все элементы Из которых он состоит Если А так оказывается Что эти элементы Работают на ограничение То есть То есть если они Например Эту структуру Упрощают Предположим Бит Который идет Например Если У нас есть Бах Какое-то очень сложное Построение А если на заднем фоне Включить бит Какой-то Ритм То эта структура Она работает на ограничение А наоборот Не на Раскрытие То есть она Ограничивает уже Музыкальную ткань Заключая ее В повторяющуюся Матрицу ритма И этот ритм Часто ломает Даже Он против У Шубаха Например Часто бывает Что доли смещаются Понимаете Что сильная доля Где была сильная Становится слабая Вот Вот У нас сейчас Комментарий в чате Юрий Нехай пишет Вот эти слова Дородителям в уши У меня сразу Сразу в ответ Тоже сразу Много-много разных Идей Вообще Как и что Очень классные Вот эти вещи Действительно То есть Помимо Так Рецепт я говорил Что еще Слова Ага Можно ли как бы В общем Сформулировать Вот от вашего лица Какой-то такой Вот порядок Что можно сказать Для чего музыка полезна Вот на основе того Что вы сейчас рассказали То есть Значит музыка полезна Музыка полезна Я уже говорил Я еще Друзья Друзья Возьмите ручки Запишите Потому что это можно будет Сейчас наверняка Как-то Зафиксировать Чтобы именно Вот как-то Лаконично Вот лаконично Я вам говорю Что музыка Прослушивание музыки Является Да По сути Пассивным наблюдением Сложнейших процессов Которые Калибруют Наш мозг И наше сознание И развивают его Опять-таки Пассивно То есть Незаметно Для самого слушателя Круто То есть Те родители Которые хотят Воспитать своих детей Умными Они Они Ну вот вы говорили Про спорт Я знаю Что есть родители Которые Которые говорят Я хочу Чтобы мой сын Например Умел Подавать морду Стоять за себя И это все Ну в итоге Вырастает сын И все что он умеет Это бить морду И естественно Его У него судьба Ну какого-нибудь охранника В баре Или надзирателя В тюрьме То ли мы хотим От наших детей Понимаете То есть И самое главное Что если мы Изолируем детей От этой музыки И не даем им Эту музыку слушать Мы тем самым Их ограничиваем Мы сразу ставим потолок То есть Их в клетку сажаем Понимаете Вот это главный Вообще посыл Того Что я хочу сказать А что касается Самых рекомендаций Я на самом деле Начал выкладывать Дропбокс Некоторые записи По поводу авторских прав Тоже беспокоиться Не стоит По той причине Что на записи То же самое Распространяется Те же самые 75 лет Что и на Публикации А записи Существуют С 1880 года И вот я Публикую записи Например 20-х годов На которые уже Авторские права Никому не принадлежат Которые Стали Так называемые Имеют стасус Общественного достояния То есть они Вот Их никакая Даже гема Заблокировать не может И я считаю Гема Это контора Которая занимает Авторскими правами В Германии Для тех Кто не знает И смысл в том Что То что я бы Порекомендовал Например Например Самым маленьким детям Когда они находятся Еще до года Я например У меня дочка есть Ей сейчас 7 лет А вот Когда она была Маленькая Она засыпала Всегда под музыку Баха Органное место Это очень тихая Очень спокойная музыка Но в ней Есть Феноменально сложное Произведение Это фуга На 6 голосов Облигатных Для примера Для того чтобы Человек мог написать Фугу Хотя бы на 2 голоса Абсолютно независимых Друг для друга Мы уподобим это Можем уподобить Следующему упражнению Это равносильно тому Что человек может Одной рукой писать Письмо Одному человеку А левой рукой Другому Попробуйте Напишите Взять ручки В две руки И написать Хотя бы две фразы Одновременно Разные фразы Левой и правой рукой Вы поймете насколько это невероятно сложная задача Так вот Считалось всегда Что предел Человеческого Мозга Составляют 5 дел Одновременно То есть Ну слышали Такое говорят про Цезаря Очень расхожий штамп Что он мог Делать 5 дел Одновременно То есть писать Одной рукой Письмо Одному человеку Другой Другому Читать в это время Книгу Разговаривать А ногой Выстукивать Какой-то ритм То есть Это считалось Пределом Какого-то Человеческого Совершенства Умственного И таких результатов Могли демонстрировать Такое искусство Немногие Еще Леонардо да Винчи Леонард И в общем Самые выдающиеся люди Считается Что 5 дел 6 человек Не может А чудо Вот этой музыки Состоит в том Что это фуга На 6 облигатных голосов То есть Бах В этой фуге В этой органной месте Он перепрыгнул За пределы Человеческого сознания Почему Например Считается Что Вы знаете Что в свое время Отправляли На За пределы Нашей солнечной системы Отправляли Зонд На котором Все достижения Цивилизации Были запечатлены Вы знаете Да Все что создал Человек Самого совершенного За всю Вот его И вот Там была Музыка Баха В том числе Понимаете Учеными признано Что это Его музыка Это Одно из Тоже Один из пиков Творения Человечества Да Василий Позвольте дальше Вопросик следующий У меня уже два По крайней мере Их вообще много Они всплывают По мере рассказа Не потерять сразу Мысли Вот вы сказали Что вот дети Да слушают Ваша дочь Слушает А есть ли примеры Вот можете ли вы Привести примеры Людей Которые в детстве Слушали подобную Музыку Скажем так И что Как они дальше Вообще Кто они Из себя Кем они стали В жизни Скажем так Вот например Выдающийся Ученый Альберт Эйнштейн Чье имя Известно всему миру Он например Был скрипачом Есть даже записи Как он играет На скрипке То есть Этот человек Как Про него Входит Такое мнение Что В школе Он особенно Не блистал Способностями Когда он был Школьник Но он занимался Музыкой И Вот вам пример В конце концов Он стал Выдающимся Физиком Который Это им Всем известно Вот вам Как минимум Самый известный Пример Музыканта Который А мы Говорим Что такое Качественная музыка Качественная музыка А давайте Теперь именно О качестве музыки Поговорим Что значит Что считать Качественной музыкой Что некачественной Известно Вот мы сейчас Опираемся На пример Баха В большей степени Но дальше Были Венские классики Дальше Был Романтизм Целый период Громадный Дальше Веризм Что там еще Импрессионизм Дальше Неоромантизм И так далее Потом Современный 20 век Ведь все Поменялось Музыка Совсем другая Что считать Качественной В 20 веке Но Вот эти Непреложные Законы Гармонии О которых Говорил Эйлер Они Как были Так и остались Музыка Она Усложнялась То есть Много диссонансов Появилось В 20 веке Диссонанс Это еще не значит Плохо Вы понимаете Каждый диссонанс Диссонанс Сам по себе И Консонанс Сам по себе Это Это неплохо И нехорошо Это просто Диссонанс И консонанс На самом деле Диссонанс Важен Не сам факт Диссонанс Или консонанс А важно Какое место Он занимает В системе Понимаете В системе Потому что музыка Это же система Как он Как он встроен Как он Как он Разрешается То есть И Насколько он Вообще В контексте Вот например Возьмите Произведение Скрябина Так Я очень рекомендую Послушать Например Третью сонату Как играет Сам Скрябин Наберите В ютубе Скрябин Скрябин Играет Исполняет Скрябина Третья соната Так Скрябин Это очень известный Композитор Который Проставился Своими Острыми Созвучьями Очень сложными Которые На свое время Ну Скажем так И сейчас Его музыка Например Сейчас Если взять Того же Шнитке Или какого-нибудь Мартынова С десятником И Они вроде Современные Композиторы Но Той остроты Например В Скрябинской Они пишут Такую Больше поп Музыку Консонантную Такую приятную Для слуха Очень понятную Простенькую Вы понимаете Чем я говорю То есть Скрябин Понимаете Композитор Это он Всякий Великий Композитор Он не может Быть Для своего Времени Или Не для своего Этот композитор Он всегда На века То есть Эта музыка Она будет Актуальной Вот столько Сколько будет стоять Планеты На нашей земле Это так же Все что сказать Что ну Вы знаете Пушкин был Неплохим поэтом Для своего Времени Для своего Времени Да Это было Новаторство Для своего Времени А потом Появились Там Такие Как Блок Или там Веденский Или возьмем Хармс Маяковский Вот это уже Развитие поэзии На самом деле Не так Пушкин Вот сколько Будет стоять Земля Пушкина Будут все читать И неважно Насколько Устареет Его язык Насколько Устареет Его Вот этот Классический Его Его Формы Которые Использовались Да Неважно Понимаете После Был такой писатель Например Джойс Знаете Да Джойс Он например Всю жизнь Работал На усложнение Языка Начав С таких Произведений Там Портрет художника В юности Очень понятных Или дублинские Рассказы Потом он написал Очень сложную Книжку Улис Есть клуб Людей Которые Этот Вот этот Улис Читают Обсуждают Что же он там Имел ввиду Это сложная Книга Но все же Еще воспринимаемая Для меня Для меня Это продолжение Портрета художника В юности Но Потом Он написал Книжку Которая называется Поминки По Фенегалу Он написал ее Вообще На неизвестном языке Он просто Одно слово Из одного языка Брал Другого Из другого И вообще Какие-то созвучия Например Половина слова Из одного языка А половина из другого И эту книжку До сих пор Разбирают люди И до сих пор Не понимают Что вообще Он имел Улис Ой Джойс уже умер давно И Ну вот Есть 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 люди Которые Вот прям Всю жизнь Тратят на изучение Вот эти книжки Поминки Пытаются разгадать Вот что же там Все-таки заложено И вообще Что это означает На каком языке Написано Как это прочитать Какой в смысл Есть статья Замечательная У Генниса На эту тему У Генниса Называется Поминки по Фенегалу Геннис написал Критика такой Так вот Вот само наличие Вот этого Джойса Оно совершенно Не означает Что устарел Там Достоевский Или Кнут Гамсон Или там Устарел Но К вопросу о качестве Я могу сравнить Вот у нас Самое уместное сравнение Раз уж мы начали Говорить о литературе Есть современные писатели Классики Взять Владимир Войнович Чингиз Айтматов Но он умер Допустим А Войнович еще жив И А есть Такие писатели Как там Дарья Донцова Там какая-нибудь Знаете Ну Так Бульварная Бульварная Чтива Очень такие Примитивные книжки Там постоянно Какие-то Стрелялки Разборки И вообще Дарья Донцовых Было миллионами Во все времена Понимаете Остается только то Что Что действительно Служит людям И направлено на Ну Например Вот там Этюды черни Да Такой вопрос Провокационный Этюды черни Этюды черни Скажите Они Понимаете Они как этюды Они употребимы Но как Художественная ценность Этих этюдов Она Они Там нет практически Никакой И поэтому Этюды черни Не играют В концертных залах На концертах Этюды остаются Этюдами Понимаете Так же как гаммы Ну Есть еще гаммы Знаете Например Гаммы черни А у скрипачей Есть гаммы Карла Флеша Они У них это Библия Но это же Вот Это Такой Этюды Это такой материал Который Необходим Для развития Моторики Мы сейчас Говорим О каких-то Художественных Произведениях У него даже Название такое Этюды Кстати Черни был Учеником Знаете Кого Кого Сальери Сальери А тот В свое время Моссартом С Моссартом Тягался Он не тягался С Моссартом Они были Просто в разных В разных Абсолютно весовых Категориях То есть Сальери По факту Он Он достиг всего Чего вообще Мог достигнуть Музыкант Он был везде На первых позициях Его музыка Исполнялась Но Исполнялась Пока он был жив Пока Когда он умер Прошло Несколько лет И Начало Популярный Композитор Прошлых Времен Скажем Хорошо Знаете Справедливости ради Сальери Был выдающимся Педагогом Он воспитал Листа К нему Бетховен Например Носил Редактировать Партии Своей Феделию Понимаете Он При том При всем Что он Писал Такую музыку Которая Ныне Уже Почти не исполняется А исполняется Только любителями При этом Он сам Был выдающимся Педагогом Возможно Без Сальери Не было бы Бетховена И Листа Возможно Возможно Потому что Да 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 Василий Давайте мы Дальше По поводу Качественной музыки Как вот Простой человек Исполнитель Ну По крайней мере Уже Который Знает Как играть То есть Не начинающий Уже Как он Тем не менее Может Определить Качественная музыка Или нет Вот что Полезно Слушать А что Лучше Не слушать Ну понятно Вот на этот вопрос Ответил Эйлер Я сейчас вам Прочитаю Я Давно-давно Ответы здесь Давным-давно Нет Да Почему я Постоянно Возвращаюсь К Эйлеру Почему я Его мнение Считаю Например Авторитетным Очень просто Вы посмотрите Просто Википедии Перечень Того Что он Сделал Это был Это был Невероятный Человек Я Я просто Я читаю Один список Того Что он Сделал И открыл Я просто Не понимаю Когда он Это успел Все сделать Это просто Не укладывается В голове То есть Это был Один из самых Выдающихся Людей Которые Когда-либо Рождались На планете Но он еще Был И выдающимся Педагогом Потому что он Воспитал Целую плеяду Выдающихся Учеников Так вот Этот вопрос Эйлер Ответил Так В своей книге Музыкант Должен Уподобиться Архитектору Который Пренебрегает Превратным Суждением Толпы О постройках И воздвигает Здания Следуя Достоверным И коренящимся В самой Природе Законам И даже Если они Не нравятся Несведущим Все же Пока их Одобряют Понимающий Он удовлетворен Поэтому Как во всем Прочем Так и В музыке Подобает Следовать Преимущественно За людьми С совершенным Вкусом Чьё суждение В воспринимаемых Предметах Свободно От всякого Изъяна Таковы те Кто от природы Обладает Острым И чистым Слухом Взыскательно Постигают Все явленное Слуху И сравнивая Выносят Непогрешимые Суждения То есть По сути Начинающему Музыканту Необходимо Найти Такого Человека Который Очень много Слушал Музыки И Слушай Это Слушай Это Который Сравнил Который Скажет Не просто Слушай Это А еще Объяснит Почему Слушай Это Вот Знаете Ну Далеко не каждый Может объяснить Почему Именно Это Кто-то Основывает Свои Суждения Исключительно На вкусе Здесь Такой Имеет Место Быть Такой Эффект Что Количество Переходит В качество То есть Когда Человек Действительно Слушает Очень Много Сравнивает Имея Как Пишет Эйлер Острый Слух И Изыскательный Слух У него В конце Концов Формируются Некие Критерии И Этим Самым Можно Подождите Я Доскажу Мысль Этим Самым Можно Объяснить Почему В итоге Именно Моцарт Вот Остался А не Сальери Потому что Те люди Которые Действительно Разбираются В музыке И Которые Действительно Меют Какой-то Вес Выдающиеся Мыслители Они По Прошествии Времени Находят И Продолжают Находить Эту музыку Совершенной Силу Того Совершенства Которое В ней Заложено Силу Этих Критериев Понимаете О чем Я говорю То есть Здесь Не субъективно Знаете Кто-то Может Сказать А вы знаете Мне нравится Стас Борецкий Или Шура Карет Вопрос Смотрите Василий Есть люди Которые В меру Своей Профессиональной Деятельности Скажем В шоу-бизнесе Слушают Тонны Шоу-музыки Огромное Количество Тем не менее Они же Просто в принципе В другой сфере Нельзя на них же Опираться Хотя На них Опираться нельзя Дело в том Что Во-первых Музыка Смотрите Музыка Это такая вещь Которую Проверяет Время То есть Проходит Время И Оно Отсеивает Есть такое Понятие Как Фильтр Истории То есть Вот Проходит Двадцать Тридцать Я просто Двигаюсь Смотрите Вот У меня Сразу Куча Вопросов Друзья Может быть Кто-то Из чата Тоже Будет Задавать Вопросы Пожалуйста Присоединяйтесь У нас Так Да 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 Я Вопрос Да Я здесь Вопрос Такой Даже У Бетховена И вот Всем известно И наверняка У всех композиторов Есть такое Что Пишут Такие Черновики И то есть Нельзя считать Что все Все Абсолютно Гениально И правильно Я думаю Что любой Композитор Также Оценивает Что что-то Было Более удачно Что-то Менее удачно Вы говорите Слушать Бетховена Например Есть Какой-то Наверное Золотой Такой Золотой Запас Золотая Коллекция Сочинений С одной Стороны С другой Стороны Рихтер Говорит Ну Он Немножко О другом Говорит Почему Там Вы Никогда Не играли Например К Ильи Бетховена Я не могу Это Слушать Это Гениальная Музыка Я просто Не могу Это Уже Играть До каждого Угла Это Играет Как Вам Значит Я вам Отвечу На вопрос По поводу Неудачных Сочинений Вы знаете У гениальных Людей У них Даже И неудачи И ошибки Они Они Не то что Гениальны Нет Эти ошибки И неудачи Они все равно Так или иначе Выявляют Масштаб Их мышления Они полностью Отражают То есть Представьте себе Пушкин Пушкин Например Написал Неудачную Стихотворение Ну Наверняка Написал За свою жизнь Хотя бы одно Неудачное Стихотворение Но в любом Случае Даже Его Неудачное Стихотворение Оно Более Полезное К чтению Чем Самое Удачное Сочинение Того же Тимати Понимаете Ну Естественно У меня сразу Знаете Анекдот Есть такой Может кто-нибудь Знает Про Пушкина Лермонтова Он пошлый Сейчас я его Расскажу Без пошлой Постараюсь Лермонтов Идет С девушкой Своей По Берегу Реки И вдруг Видит Человек Валяется Какой-то Гул Пьяный Лежит Просто Лермонтов Такой Лежит Бездыханное Тело И некому Его поднять Тут этот Человек Разворачивает А там Оказался Пушкин Вон Иди Твое Какое Делай Лежит И Поднимает Вот такой Анекдот По поводу Пушкина И таланта Да Ну Скажем Дот Вряд ли Он достоверный Потому что я Примерно Сейчас что-то связь Прерывается Немножко Подобное Слышал Про Маяковского И Связь Прерывается Да Хорошо Давайте Дальше Смотрите Вы сказали Вы сейчас Пишите Новую Работу И вот Интересный Вопрос Будет ли Там Такой Рецепт Скажем Рецепт Того Что Нужно Слушать И Можно Создать Рецепт Композиторов Я уже Понял Для себя Что Речь Не только О композиторах Там Например В исполнениях Потому что Да Алло Да Мы Должем Уходить Прямо сейчас Да Прямо сейчас Закрывают Мы Должны Сейчас К сожалению Да Надо Заканчивать Нас Выгоняют Замка Где Если так Значит так Василий Тогда Спасибо вам Большое За Сегодня Что Что Были С нами Мы Тогда Приложим Ссылочки Вы Пришлите Мне Просто Ссылочки Я Ваш Материал Ваше Видео Хорошо Мы Продолжим С вами В фейсбук Хорошо Если У У Наших Слушателей Есть Вопрос Задавайте Я Попробую Завершить Это Все Дело И Расскажу О том Что Будет Завтра Уже Василий Спасибо Большое Спасибо Тема Очень Интересная На самом Деле Они Можно Знаете На уроках Как Лекции Сидеть Размышлять Очень Интересно Очень Полезно К сожалению Мы Наверное Какой-то Мизер Приоткрыли Даже Не Раскрыли Я Думаю Что Я надеюсь Что Мы Будем Открывать В зависимости От вопросов Наших Наших Слушателей С нами Был Сегодня На связи Василий Антипов Василий Доброго Вечера Василий Василий Видимо Уже Отключился От нас Да Наверное Уже Да Ну Бывают Видите Ситуации Когда Нужно Срочно Заканчивать Что Я хочу Сейчас Рассказать Я думаю Что Какие-то Можно Из этого Сделать Выводы Действительно Неожиданно Так Василию Пришлось Закончить Сегодня Обычно Мы так Прощаемся Прощаемся До свиданья Говорим Что-то Вот У нас Продолжается Наш конкурс Гитарная Концентрация Три И уже В ближайшее Время У нас Очень интересно Юрий Хай Я думаю Тоже Очень интересно Юр Спасибо Единственное Что вопрос Возможно Действительно Вот как Мне кажется Мы слышали Сейчас Разные Совершенно Лекции За последние Буквально Пару недель И мне кажется Что все-таки Пара вхождения В тему Немножечко Высоковато Ну Это мое Лишь только мнение Может я Как-то так По-другому Это все Представляю Вот Но тема Конечно же Очень интересная Это уровень Так минимум Высших учебных Заведений Музыкальных Училищей Может быть Ну и В общем Да Очень было Полезно Интересно Вот эта вот Практическая Применяемость Материала Очень интересно Было то Что Как вообще Все устроено Обосновано То Почему Музыка Серьезная Полезна Для Для Мозга Для Человека В принципе Действительно Мне кажется Вот эти знания Могут Применять И преподаватели При мотивации Своих учеников Эти знания Могут Быть полезны В том числе Родителям Эти знания Могут быть Полезны Исполнителям И конечно же Композиторам Сочиняющим Для гитары В том числе Вот К сожалению Маловато Мы узнали Вернее Незавершенно Я вернусь О Восемь лет Минут Чтобы ответить на вопрос Так Видите на улице Отлично Отлично Да Да Замок Ну как Рецентгенский замок Так Так Вот я показываю экран Сейчас показываю экран Друзья В чате Пожалуйста Коллеги Друзья Задавайте вопросы Сейчас Видимо Еще буквально Немножечко времени Есть Я пока что Начал подытоживать По поводу того Что было полезно Кому это было полезно Можете писать Мою музыку Тоже Скажите пожалуйста Василий Можно я такой Быстренький Такой Как бы Блиц-опросик Еще проведу Чтобы мы так Подытожили Скажите Какое вы Учебное заведение Закончили Чтобы у всех Все как бы было Понятно Чтобы не думали Что какие-то размышления Скажем Ну неизвестно Кого мы Я учился Сначала В Училище Академическом Примосковской Консерватории У Дмитрия Натальи Николаевны Это очень Очень Замечательный Педагог по гитаре И она Очень хорошо Меня воспитывала То есть Я помню Для меня был Бум Когда она Меня привела К себе домой Включила пластинку Как Генрих Шеринг Исполняет Баха Для скрипки Соло И я тогда еще был Совсем Мне 14 лет было И я прямо Я помню Как Насколько Я был поражен По Теории музыки Я учился У Молчанова Ирины Михайловны Потом я учился В Гнесинской академии В классе Николая Андреевича Камалятова У него Кстати Сегодня как раз Должен был быть Мастер-класс В Минске Что очень Интересно В Минске Мастер-класс Наверное Какие-то есть отзывы Потом мы увидим Здорово Я честно говоря Учусь Всю жизнь На данный момент Я сейчас Я учусь Тоже В Германии В франкфуртской В франкфуртской В фире А Совсем недалеко От меня В франкфурт Окей А какая Я учусь По лютни Лютня У Ясунори Имамура Японец Да Японец Никогда не знал Что в Японии Играть на лютня Он великолепный Лютнист Один из лучших В мире По моему мнению Послушайте Просто наберите Как он Играет Ну Имамура Ясунори Хорошо Потрясающий лютнист Скажите пожалуйста Василий А композиция Как у вас Вы заканчивали Что-то по композиции По теории музыки Или вы это Как-то параллельно Самостоятельно изучаете Ну я Всегда Интересовался И композиции Теории музыки И В Гнесинской академии Я участвовал В олимпиадах По инструментовке И То есть И Ходил на занятия С теоретиками С композиторами То есть Я Ну у меня Я Достаточно Потратил времени На то чтобы Это все изучить Здорово И самое главное Что я продолжаю Это изучать Потому что на самом деле Музыка таит в себе Это изучать можно бесконечно Да Сразу вопросик По вашему сочинению Я слушал буквально Наверное немного Я слушал Сонату И слушал Поэму Скажите Поэма Может быть В общем о музыке На что она похожа Кому посвящена И как ее Правильно играть Может быть Такие какие-то Общие замечания Мне вот Кстати у меня Была ассоциация С музыкой Скрябина Вот Может быть Вы меня Конечно Опровергните Ну вы знаете Многие Говорят Что что-то Есть Скрябинское Но Если проанализировать Гармонии Которые я использую Там Скрябинского Практически Ничего нет Это знаете Скорее Дух В ней Скрябинский То есть Вот Такой Пафос Знаете Потому что Я Естественно Что Ну Скорее Она скорее По духу Скрябинска Чем По 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 своим По языку Да Гармоническому По гармоническому языку Абсолютно не Скрябинска Вы можете На фортепиано Ее сыграть Кстати На фортепиано Она звучит Тоже хорошо И сравнить С сочинениями Скрябина Там А сколько У вас Музыки своей Сколько вы Написали А вы знаете Я совсем Недавно Начал писать У меня Соответственно Есть Этюд Поэма Соната Еще одна Поэма Вот Практически Готова Есть Богатель Для флейты И гитары И скоро Запишу Выложу И Я Сейчас Дописываю Одно Произведение Для гитары Соло И дальше Я пишу Концерт для гитары С оркестром Вот я как раз хотел сказать Почеркнуть Что сразу Такие крупные формы Так сразу Не сложно Ну нет Не сложно Я долго к этому шел Понимаете Я долго готовился К этому Я начал Вот мне 32 32 года Я написал Первую Свою Ноту А до этого Я только учился И только слушал И Там Написал Теоретический труд Вот Вот эта вот Книжка Введение В анализ Музыкальных форм Но за музыку Не брался Ну я хочу сказать Что вот эта нота Первая Вообще Очень такая весомая И я со своей Со своей Вот как бы Понимания Своего какого-то Опыта Говорю Очень здорово И если Вот честно Мне Я очень люблю Тоже Очень люблю Тему композиции Боюсь сказать Что я там Чего-то там Супер-пуперно Сочинял Но Мне было бы Очень интересен Опыт Если это будет Возможно Когда-нибудь Поговорить Именно о сочинении Музыки О том О принцип Как вы Садитесь Работаете Над произведением Да Мы можем Это сделать Назначить Какую-нибудь Встречу Новую Такую И вот Сесть И поговорить А может быть Мы не просто Поговорим Может быть Мы еще Возьмем И знаете Все напишем Музыку Совместно Давайте Это Прекрасная Идея Прекрасная Типа Такого Совместного Тренинга И попробуем Это может Вылиться Вообще Отдельную Да Давайте Да Я хочу Чтобы мы Это сделали Чтобы каждый С миру По нитке И мы Соткали Из этого Одеяла Какое-нибудь Роскошное Своё Я имел Нельзя Вместное Хорошо Вот пока Вопросов Нету Я не знаю Будет сейчас Или нет Давайте Мы тогда Будем сейчас Потихонечку Подытоживать Если никто Не задает Вопросики И я Тогда Вас поблагодарю Еще раз Василий Вижу Вашу Людню Видимо Или гитару Видите Они закроют Со мной Дверь Что в 9 часов Они должны Знать Как лучше У меня Наслышит Это да Мы в замке Держались Хорошо Спасибо большое Вам Василий Еще раз За то Что были с нами Будем на связи Спасибо А не забудет Пока еще Интернет Вроде есть Извините Ну Так Прерывается связь Я думаю Что Уже Наверное Картинка Зависла Вот И наверное На этом Моменте Мы сейчас С вами Будем Завершать Потихонечку Вот По традиции Видео Будет Выложено Оно будет На сайте У нас Тоже У нас Будет Целый Список Всех Видео Со всех Этих Лекций Наших Вебинаров Онлайн Лекций Вот Как вы Услышать Можно Даже Провести Такую Штуку Вообще Совершенно Интересную Типа Тренинг По Сочинению Музыки Возможно Кто-то Из вас Из слушателей Сможет Даже Раскрыть Неожиданно Свой Талант Как видите Музыка Василия Антипова Очень Интересна Кто Не верит Послушайте Ее Она Есть У нас На сайте Королева Гитара И Кроме Всего Ирина Спивакова Спасибо Василий Очень Интересно Хотел Продолжить Здорово Мне тоже Кажется Что Интересно Единственное Что Порог Вхождения Может Быть Немножечко Чуть Скажем так Не для всех Не для всех Такие темы Мы раскрывали Я помню Уже занимаюсь По крайней мере В музыкальном училище Когда мы уже Копали Именно В это кодирование До которого Мы сегодня Не дошли Вообще Вот Подноготную Самой Например Музыки Баха Что его там Буклы Б, А, Ц, Х Означают И как это То есть Собственно Даже фамилия Баха Обозначает Буквы Тональности И есть Произведения В которых Даже прослеживается За эти вот буквы Прям Короче говоря Это очень интересно И якобы С помощью музыки Даже может Бах Запрограммировал Или не запрограммировал А предсказал Дату своей смерти Мой Однокурсник По По Обучению Очень любит Баха И он Эту тему Очень глубоко Исследовал Мне рассказывал Очень потрясающие вещи Сегодня Некоторые из них Мы могли слышать Из уст Василия Антипова Я хочу сейчас вернуться Немножечко снова К нашему К нашему Дальнейшему Действию К нашим дальнейшим планам Сегодня мы Так Будем стремиться К этому уровню Будем стремиться Ирина Да Я хочу сказать Что Сегодня мы заканчиваем Лекцию Завтра у нас будет Еще одна лекция Уже более приземленная Даже материальная Я бы сказал Я завтра буду рассказывать О упаковке Гитариста Именно так Я называю свою лекцию Называю свою лекцию Очень интересно Опоздал на начало Обязательно пересмотрю Какие параллели С изо И литературой Светлана Геннадий Спасибо Василий Спасибо Роман Было интересно Послушать Очень здорово Очень здорово Я просто уже Так знаете Немножко так Напрягся Может быть Все уже пошли спать Ну Здесь Спасибо вам Геннадий Светлана Ирина Юрий Все кто с нами Что хочу сказать Значит Завтра Моя лекция В которой я расскажу Об упаковке Гитариста О том Что мы все Рано или поздно Сталкиваемся С тем Что нам нужно Как-то Своё творчество Собственно Представлять Показывать Большинство Большинство Абсолютное большинство Людей сталкиваются С проблемой Я в свое время Через это прошел Когда мы учимся Играем А потом нам приходится Устраиваться на работу Элементарно Или искать работу Самостоятельно И мы часто Даже достигая Какого-то Нормального Скажем Определенного уровня Нормального В сравнении С кем-то другим Ну Вы понимаете О чем наверняка я говорю Не можем Тем не менее Себя даже Продать Элементарно Не можем Например Представить Своё творчество Именно В смысле Рассказать О нем В смысле Подачи Говорят Например Об организации Концертов Или например Об участии В конкурсе Вот что мы сейчас Видим Онлайн Безконкурс Гитарная концентрация 2 Гитарная концентрация 3 Посмотрите Внимание На то Обратите Внимание На то Как Участники Оформляют Свои профили Какие фотографии Они присылают Как Какие афиши Вообще У нас по городу Бывают Бывают И есть В сравнении Вот об этих штуках Я буду завтра Говорить Особенно Буду делать акцент На представлении Себя в интернете Какие бывают Сайты Завтра Я покажу Очень крутой Сайт Он совершенно Просто Выглядит Но он крутой Тем Что он Он так называемый Лендинг пейдж Вообще Нового образца Скажем так Который Собственно Заточен Настроен На то Чтобы Например Просто Получить Учеников Учеников То есть Там целая школа Представляет Свой сайт Вот примерно так Дальше У нас в субботу Крайний срок Подачи Собственно Видеоматериалов Для конкурса Для тех участников Кто принимает Участие В категории Суперпрофи Вот И в воскресенье Мы подытоживаем Мы подводим итог Всему нашему Онлайн-бейдж Конкурсу Гитарная концентрация 3 В виде Проставления Уже окончательных баллов Для последней категории Предыдущие Для категории Уже получили Своё И В том числе Распределения Подарков И призов И И потом На этом Всё ещё не заканчивается У нас В следующую среду Запланирован Новый Вебинар Ещё на этой же Страничке Где мы сейчас Находимся Ещё на этом же Сайте Королева гитара Почему Прежде чем Мы переедем На другую площадку Об этом Будет чуть позднее И он Будет Посвящён Полному Подробному Разбору Всех Исполнений Ребят В конкурсах Почему Потому что Мне лично Задают вопросы По почте В электронной почте Через личные Какие-то контакты И В виде комментариев Задают вопросы А что было хорошо Что было плохо Это действительно Справедливые вопросы После обычных Конкурсов Концертов Знаете Бывают так Учителя Подзывают Своих Ну пойдём Расскажу Что-то там Наиграл Наиграл Вот Мы тоже Делаем анализ Такого Разбор Такой Исполнений Для чего Не для того Чтобы там Ну понятно Мы помогаем гитаристам Звучать лучше Для того Чтобы указать На какие-то Нюансы Что было хорошо Что было плохо Не только в виде Оценок и баллов А в том числе Чтобы помочь Помочь Сделать ещё круче Помочь сделать Сыграть что-то Ещё лучше И вообще играть В принципе Таким образом Будут учтены Какие-то замечания От членов Нашей команды Жюри И будут даны Какие-то рекомендации Как улучшить Это будет всё В среду 1 июня Примерно так Об общих наших планах Нашего Нашего Марафона Скажем так И на сегодня Если нет вопросов Будем заканчивать Ольга Молодкова Это действительно Было очень интересно Огромное спасибо Василию Рома Василию передам Ещё раз От всех вас Привет И благодарность Слава благодарности Спасибо за то Что были с нами На сегодня Мы заканчиваем Всем пока Спасибо за субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok